Всем привет! В этом ролике я вас научу работать дальнобойщикам, расскажу как быстрее качать скилл там и так далее. Это уже третье видео подобного формата. Я каждый год записываю подобное видео, потому что за это время происходят некоторые изменения, о которых я вам сегодня как раз и расскажу. Поэтому от вас хочу увидеть активность. Первый видос набрал 25 тысяч просмотров, второй видос набрал по-моему 14 тысяч просмотров. Надеюсь, что это видео будет не исключение, поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня. За него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Всех обнял, приподнял, полетели. Начнем с того, что в донате появились наборы для дальнобойщиков, то есть для новичков. С помощью этого пака вы получаете седьмой уровень персонажа, десятый уровень дальнобойщика, тягач КамАЗ и одежду актера Владислава Галкина. То есть если вы не хотите как бы особо напрягаться в начале игры, чтобы пойти сразу на дальнобойщики, вы можете купить себе набор. Стоит он 5 тысяч рублей. Если в X2 это 2500 рублей вы донатите, вы получаете седьмой уровень, то есть у вас будет сразу восьмой уровень и вы сможете устроиться дальнобойщиком. Также вы получаете десятый уровень дальнобойщика, то есть вам будет уже легче качать скилл. И вы получаете личный тягач, который вы можете продать и купить себе, допустим, тот же самый газон, либо Рануте, потому что сам вот этот тягач КамАЗ, он не особо хороший для работы дальнобойщиком, потому что он медленный. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как работать дальнобойщиком, самые азы просто, куда приезжать, как устроиться и так далее. И также расскажу, как устроиться и работать в транспортной компании. Как найти, в принципе, место, где устраиваться дальнобойщикам? Пишите команду slash gps, выбираете пункт работы. И 18 пункт это база дальнобойщиков. Она находится в разомасе, работа доступна с восьмого уровня. Работать на вот этих фурах я вам как бы не советую. Во-первых, вы будете тратить деньги на аренду. Во-вторых, здесь комиссия большая. И для каждой фуры нужен определенный скилл. То есть изначально вам будет доступна вот эта Вольво. На вот этой Вольво работать достаточно сложно, проблематично, поэтому я вам не советую это делать. Я же вам советую устроиться в транспортную компанию. Каким образом это можно сделать? Вы просто пишите команду leaders, выбираете транспортная компания. И здесь вы можете обратиться к заместителю, либо лидеру компании. То есть вы можете просто ему позвонить. Здесь указан ник, номер телефона. Вы с человеком даритесь совместным встречи. Вы приезжаете, вас принимают, либо он приезжает к вам. И вы работаете в транспортной компании. Вот таким вот образом выглядит транспортная компания. Здесь вы можете зайти, прочитать информацию. Сколько как бы здесь тягачей. Кто владелец компании. Сколько людей в компании. Какой процент. Для того, чтобы вам взять автомобиль, вы просто пишите команду C меню. Выбираете пункт автопарк. И здесь вы можете взять автомобиль. В этой компании есть только Вольво. Это плохой тягач. Вам его брать не советую. У нас магну монету, мы берем просто Вольво. И нажимаете взять для работы. У вас появляется грузовик. Вы в него садитесь и вы можете на нем как бы работать. Еще плюс в том, что вы можете заправляться от транспортной компании. То есть вот есть топливо. Вы пишете команду C меню. Выбираете топливо компании. Нажимаете заправить транспорт. Возможно где-то топливо будет недоступно. Возможно где-то будет лимит по топливу. Но в любом случае знайте то, что можно как бы заправляться. Прям возле транспортной компании. На проекте есть множество различных фур. Все они интересные, прикольные. Но перед вами сейчас самые лучшие фуры для работы. По моему личному мнению и опыту. Красная фура. Это получается Роноте. Это самая дешевая фура, которую можете приобрести. Она стоит от 4 миллионов рублей. Она едет где-то 160 с первым чипом. Как бы нормальная такая дешевая фура для работы. Дальнобойщикам. Либо для рыбалки. Посередине у нас в белом цвете это получается газон. Самый имбовый автомобиль для работы дальнобойщиком. Потому что у него нету прицепа. И у него нету комиссии. Если вы не состоите в транспортной компании. То есть это самая имбовая просто фура. Тягач для работы именно газон. Потому что комиссии нет. И вы получаете полную сумму. А допустим на Роноте. На красной фуре. У вас будет по моему 5% комиссия. Либо 10%. Я тоже не помню. Также есть Магнум. Рено Магнум. Это в желтом цвете. Такой тягач стоит от 12 либо 13 миллионов. По факту его покупать смысла нет. Но это тоже хорошая фура для работы. Но разницы между Рено Т за 4 миллиона. И между Магнумом за 13 миллионов. Разницы как бы нету. То есть прибыль и скорость будет одинаковая. Поэтому мой вам совет. Просто устраивайтесь в транспортную компанию. Сначала работаете. Копите 4 миллиона. Потом покупаете Рено Т. Потом так же работаете, работаете. Качаете скилл. Зарабатываете деньги. Накопили денежку. И уже покупаете газон. Ну а теперь давайте я вас научу работать. И как вообще максимально быстро прокачать скилл дальнобойщика. Первым делом я вам покажу как вообще открывать меню дальнобойщика. Добавили получается открывание меню на клавишу. То есть вы нажимаете клавишу G. Это русская буква О. И у вас открывается панель управления дальнобойщиком. И здесь вы можете посмотреть список доступных контрактов. Список всех контрактов. Текущий контракт. Сдать груз. Отметить прицеп на мини карте. Текущий спрос. Рейтинг. Как работать дальнобойщиком. И найти барыгу. Самое главное для вас будет в начале это список доступных контрактов. Потому что вы нажимаете и здесь будут показаны все рейсы. Которые вам в принципе доступны. Но в начале когда у вас будет скилл там первый. Либо десятый если вы купите набор донатный. То вам это очень сильно будет помогать. Поэтому именно нажимайте доступные контракты. Потому что если вы будете нажимать список всех контрактов. Вам придется искать, выбирать. Как бы это будет неудобно. Когда вы уже немножко разобрались. Когда вы уже выучили карту. Знаете где какие точки. Вы уже можете нажимать список всех контрактов. Контракты брать именно по точкам. Допустим я вот в порту стою. Я могу взять рейс там в этого. Это уже рейс именно по точкам. То есть допустим вот в Батырье вы можете рейс. Там допустим взять в Бусаева там и так далее. То есть это уже после того когда вы учите карту. Если вы не знаете. И когда вы уже более-менее будете нормально работать. Когда у вас будет нормальный скилл. Также здесь есть рейтинг. Вы можете посмотреть какая компания самая активная. Которая забирает там топы и так далее. Вы можете пойти в одну из этих компаний. Моему совету идите в компанию. Которая реально нормально так работает. Которая забирает все топы. Там вы сможете на премиях заработать деньги и за каждый топ тоже получать как бы премию Я думаю с этим в принципе разобрались, теперь давайте я вам покажу как максимально прокачать скилл Допустим вот я стою в порту, лучше всего брать именно короткие рейсы Вот по расстоянию, видите написано расстояние И вот здесь вы просто по расстоянию смотрите, куда вам лучше поехать В моем случае это порт карьера То есть за каждый рейс, когда вы его довозите, вы получаете сразу деньги на руки Вот я доезжаю и сразу получаю денежку То есть в принципе все легко и просто Давайте я вам еще раз объясню То есть вы открываете рейсы и вам лучше всего реально возить короткие рейсы То есть просто смотрите по расстоянию Чем меньше расстояние тем лучше, потому что если вы будете возить рейсы там 5000 метров, 3000 метров Это реально много Короче лучше всего возить это короткие рейсы Потому что с помощью коротких рейсов вы максимально быстро сможете прокачать скилл То есть вот допустим мы открываем статистику, то есть мы здесь видим наши скиллы У меня вот 117 скилл дальнобойщика И каждый рейс это один опыт Чтобы мне прокачать скилл, мне нужно сделать в общем 819 рейсов Это как бы для моего скилла, для начальных скиллов как бы вам нужно будет делать там по 20, по 30 рейсов Ну а так, чтобы вы понимали как это работает, один рейс это один опыт Допустим у вас там первый скилл, на второй скилл вам нужно сделать 20 рейсов То есть 20 рейсов делаете, 20 опыта и вы получаете уже второй скилл То есть вот допустим показываю еще раз Вот я приехал, база и лучше всего реально брать короткие рейсы То есть допустим вот 2000 метров это короткие рейсы считается Вот такие рейсы лучше возите Реально с помощью того, что вы будете катать короткие рейсы Вы сможете максимально быстро прокачать скилл И потом в будущем зарабатывать большие деньги На моем личном опыте я могу рассказать то, что я катал именно короткие рейсы всегда И за 4 месяца я вкачал сотый скилл Это грубо говоря максимальный И теперь я могу зарабатывать на час на дальнобойщике 800-900 тысяч, понимаете? Но это именно на газоне третий чип нитро То есть есть как бы обычные газоны, на которых там первый чип стоит У них максималка 160 километров На третьем чипе газон едет 200 километров Это реально очень много Это просто самый быстрый тягач, который только может быть Чем быстрее вы прокачаете скилл, хотя бы там 40-й Тем проще он в будущем будет Потому что изначально вы придете, у вас будет первый скилл И вам будет сложно работать А когда вы уже вкачаете там 10-й скилл, 15-й, 20-й Вам уже будет намного проще Потому что для вас будет больше выбора Будет больше рейсов Ну что ж, ребятки, на этом моменте я буду заканчивать Надеюсь, что я вам все подробно и понятно объяснил Я решил не затягивать видео Подобные ролики, которые выходили Они были там по 15-16 минут В этот раз я решил ограничиться там в 7-10 минут И надеюсь, что я вам все внятно и понятно объяснил Вы сможете реально пойти работать Чтобы у вас потом не было никаких вопросов Если я вдруг что-то упустил Опыт на дальнобойке, можете добавить что-то в комментариях Ну а так в целом я вам в принципе все рассказал От А до Я Я думаю, что у вас как бы все получится Главное, чтобы было желание Вся информация есть в описании под видео Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной Ну а на этом я буду прощаться Всех обнял-приподнял Всем пока-пока